Дорогие друзья Дорогие друзья Я хочу, чтобы вы почитали 30-32 стих Вот эти три стиха Там описывается такая история Когда апостол Павел Находясь на корабле Который терпел бедствие много времени С ним было много людей И была такая история Что все люди, которые находились на корабле Они чувствовали погибель Безнадежность Там так и написано Потеряли всякую надежду ко спасению Как это похоже на всех людей Безнадега, без просвет И сплошная смерть Аминь И вот в этот момент ответственный С 30 стиха Вдруг написано Что корабельщики Команда этого корабля Которая обязана была Бороться за спасение корабля Вдруг они задумали нечто Они написано Что решили сбежать с корабля Они хотели Они решили между собой Они это втайне сделали Они никому это не афишировали Но Павел был на страже Он заметил это И вот Библия нам говорит Что их истинное намерение было Сбежать с корабля У них была удобная лодочка На которой они могли совершить Своё собственное спасение Вы понимаете эти параллели вообще? Люди, которые были обязаны Заботиться о спасении Всего корабля Видение было таково Что должен был спастись весь корабль Мы читаем до этого Что ангел явился Павлу И сказал Спасётся весь корабль Все люди И вдруг эти товарищи Которые должны были об этом заботиться Они решили сбежать Они приготовили своё личное спасение В лодочке Решая отделить себя От общего видения От корабля Решили заботиться только о себе Это очень похоже на современное христианство Когда каждый человек думает Я спасён Он не собирается себя отождествлять И ставить на одну На один корабль С теми кто ещё не понимает спасение Кто ещё не спасён И думает внутри себя Я спасён Это главное И здесь написано Что эти корабельщики Они начали спускать лодку Но Они не стали делать это явно Понимая Внутри Услышьте дорогие Что это нехорошо Они стали И понимая Что их может кто-то обличить Они стали делать вид Там написано Они стали делать вид Скажи Делать вид Делать вид это нехорошо Ключевые слова Я хочу чтобы ты услышал их Всем сердцем Он сказал Если они не останутся на корабле Вы все Показал на остальных людей Говорит Не можете спастись Люди Которые заботятся о себе Спуская собственную лодочку спасения На воду Отделяя себя От всяких забот Об этом неудобном Большом корабле С его там Десятками Или сотнями Душ Они еще при этом Делали вид Им не хотелось Выглядеть плохо Они возможно Занимались Какой-то церковной деятельностью Делая вид Что делает этот корабль Все более устойчивым На самом деле Заботясь Только о себе И скажешь Как это выглядит На практике А на практике Это выглядит Следующим образом Корабль должен был Пристать к берегу И так и многие люди Они сегодня думают Что совершая свое спасение Они чем-то там Угождают Богу Но в это время Слышен голос за спиной Который говорит Если они сейчас сбегут Если они только выберут Сидеть в собственной лодочке И спасать свою душу Вы все не можете спастись Павел Разве тебе ангел Не сказал Что все спасутся Разве видение не таково Что Бог хочет спасти Украину И СНГ Разве не это Мы провозглашаем Как свершившийся факт Аминь Но если ты сбежишь Они не могут спастись Подумай сейчас о себе И Павел дает указания Воинам Наверное сам Бог Иногда дает указания Каким-то ангелам Говорит А вот так Обрежьте там Все надежды Спастись в одиночку Апостол Павел Знал о чем говорил Он говорит Я переживаю За братьев моих По крови Мне близких За евреев Говорит Я бы сам желал Быть отлученным От Христа Если это поможет Их спасению Иными словами Он говорил Да я и спасения Без них не хочу И так хочется Друзья Чтобы каждый человек Направляясь В воскресное служение На домашнюю группу На какие-то молитвы На какие-то саммиты Колледжи Да на что угодно Все что содействует Спасению Мыслил таким образом Я не могу Пойти один Эти веревки Я давно обрезал Я не собираюсь Делать только вид Ну да Я там позвонил Парень человек А если бы тебе Бог сказал Не спасешься Вот я предназначил тебе Десять человек Чтоб через тебя спас Или сто человек И ты не спасешься Если не спасутся они Сделай так Чтобы ты был не отделен От них От этого видения Апостол Павел знал О чем говорил Он говорит Горе мне Если я не благовестую Я погибну Если я не буду это делать Но сегодня кто-то говорит До них должно дойти Я-то спасен И я хочу сейчас Помолиться Дорогие друзья Может быть Это тебя обличило Это хорошо Библия нам говорит Что когда Ты принимаешь обличение На тебя приходит Дух Боже Дух Обратитесь к моему Обличению И я и залью на вас Дух Говорит Бог Я хочу тебе Предложить сегодня Помолиться Радикально Сказать Бог А отрежь эти веревки В моей жизни Вот так Чтоб я знал Ты знаешь Что такое И осознавать Что у тебя нету Момента личного спасения Без общего видения Это очень серьезно На таких людей Делает Бог Ставку Который Отождествил себя С этим кораблем Настолько Что даже не понимает Или мы спасемся Все Или мы не спасемся Никто Никто Не хотел Ты так подумать В своей жизни И я думаю Дорогой друг Приходит время Этой зрелости Когда ты можешь Смело сказать О себе Да горе мне Если я так думаю И сказать Бог Отсекай эти Канаты И я буду работать На видение Или мне горе Или я погибну Либо я буду Тем человеком Который приведет корабль В место назначения Будь то воскресное служение Знаете Легко говорить Когда речь идет О глобальном Ну вот просто Когда мы колледж И цели ставим Указано количество душ На корабле Все так четко Аминь Ты хочешь помолиться Такой молитвой? Давайте встанем Во взрослые игры Играть настало время Закрой сейчас Свои глаза Может быть Даже Ты помолишься И скажешь Как ученики В ночь Когда Иисус Мог убежать Они спрашивали Не я ли Не ты ли тот человек О котором здесь написано Я верю Что здесь есть люди И большинство людей Это те Кто давным-давно Отказался От собственного Лодочного спасения И выбрал спасение корабля Я верю Что ты такой человек В которого Бог сегодня Вкладывает эту мысль Не душеньку свою спасать А бороться за видение Даже если ты рискуешь Даже если тебе кажется Иногда Да я свое спасение Могу потерять Это так тяжело Бороться за корабль Да Но выбрав это О тебе будет написано Вечности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому